Всем большой привет! Девчонки, давайте же сделаем себе небольшой подарок к нашему приближающимся празднику и приготовим печенье с нежнейшим сливочным кремом внутри. Поехали! Для начинки заранее перемешиваем сливочный сыр с сахарной пудрой. Здесь не обязательно добиваться полной однородности, потому что все равно все растворится в духовке. И выкладываем крем примерно по 10 грамм с помощью чайной ложки на поверхность обтянутую пищевой пленкой и замораживаем. Далее соединяем просеянную муку, какао, соль и разрыхлитель. Перемешиваем. Затем добавляем сахар, коричневый и белый. Можно использовать только белый сахар. Также добавляем ванильный сахар. Растапливаем сливочное масло и перемешиваем с мучной смесью. Конечно же, это можно делать миксером или блендером, но я решила все замешивать вручную, хотя это гораздо сложнее. Затем добавляем яйцо, желток и сметану. Все тщательно перемешиваем и окрашиваем тесто. Затем добавляемe. Форсиковое масло и перемешиваем. Серное масло и перемешиваем. Этого масло В конце вмешиваем термостабильные шоколадные капли, часть капель можно ставить на потом, я потом скажу для чего это нужно. Отправляем тесто в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Далее формируем из теста шарики примерно по 35-40 грамм и помещаем замороженные заготовки из крема в центр шариков. Продолжение следует... Продолжение следует... Выкладываем их на значительном расстоянии друг от друга, так как они хорошо расширятся и расплываются в духовке. И вот здесь оставшиеся капли вдавливаем по поверхности шариков, чтобы они после выпечки красиво выступали на поверхности печенья. И выпекаем при 180 градусах 10 минут. Затем еще мягкое печенье подравниваем с помощью стакана, как сырники. И отправляем в духовку еще на 2-3 минуты. Только не пересушите их в духовке. Когда вы достанете печенье, будет казаться, что оно очень мягкое и недопеченное. Но после остывания оно чуть уплотнится и точно удивит вас своим вкусом. Оставшееся тесто можно просто запечь в виде обычных печенек в течение 10 минут, не более. Или даже сделать из них печенье-сэндвич, соединив две половинки кремом. Еще в некоторые печеньки я добавила мармеладки. И вот что из этого получилось. И знаете, что самое приятное? Когда вы за столом сидите в гостях и случайно слышите, как ребенок шепчет маме «Мммм, какое вкусное печенье!» Даже не зная, что это я приготовила. Для меня это просто высшая похвала, так как сейчас детей очень трудно накормить и удивить. Ну вот и все! Приятного чаепития и до встречи в следующем видео! Пока!